Развод Натальи Ивана Краско стал самым громким событием уходящей осени. Творческий тандем, который затем перерос в семейную историю, как это часто бывает, не вытерпел бытовых проблем, и пара решила расстаться. При этом Иван Иванович сохранил теплые отношения со своей Натальей Александровной, как он ласково называет девушку, и постоянно находится в контакте с ней. Более того, когда известный петербургский драматург Николай Якимчук предложил Краско вновь сыграть вместе, то они с радостью согласились. На выходных на одной из самых востребованных сцен Петербурга, театре им Комиссаржевской, состоялась премьера спектакля «Посторонний», где главные роли исполнили Сергей Лосев, Иван Краско, Наталья Краско и Алиса Юркова. Краско играют пару, Наталья молодого следователя, а Иван Иванович, старого полицейского, который расследует убийство влиятельного бизнесмена, его играет Сергей Лосев. Цепочка событий и разговоров приводит их к неожиданному финалу. Мне понравился сценарий и драматургия. Увы, не всегда хватает времени сделать все так, как хотелось бы, но мы старались. Тем более рядом такие мастера, Сергей Лосев, Иван Иванович. Призналась Наталья. Примечательно, что на протяжении полутора часов спектакля Иван Иванович постоянно разговаривает с молодым следователем, не только помогая ей в расследовании преступления, но и рассыпаясь в комплиментах. Так он предлагает героине Краско выйти на подиум, стать звездой ток-шоу, а также интересуется ее семейной жизнью. Подчас кажется, что спектакль – это просто форма выяснить у настоящей Наташи ее реальное положение дел после развода. «Все забываю тебя спросить, ты сейчас замужем?» – спрашивает герой Ивана Ивановича Наталью Краско. «В данный момент я не замужем», – отвечает рассерженная Наташа. Видно, что играть вместе с бывшим супругом, да еще и выслушивая от него такие каверзные вопросы, вызывает некий дискомфорт. Но Краско с честью выходит из этой истории, показывая свое мастерство и профессионализм. Иван Иванович точил да выточил. «Пусть это не пигмалион, но он мне многое дал», – сказала Наташа после спектакля. И хоть спектакль прошел при аншлаге, на душе у Краско сейчас скребут кошки. По словам директора бывших супругов Вячеслава Смородкина, у актеров после развода настали не лучшие времена. Наташу выгнали из квартиры, где она жила с Иваном Ивановичем, поэтому ей пришлось переехать в центр города в небольшую комнатку. Мужчина добавляет, что недавно к ней в гости пришла подруга, которую Наташа элементарно нечем накормить. «Есть только доширак», – сказала она. Да и Иван Иванович, который вернулся к бывшей жене, сейчас работает на износ, потому что сыновей надо поднимать и вкладывать в их образование. А денег платит мало пенсии и небольшая, – признается Смородкин.